Здравствуйте! Здравствуйте, кто присоединяется? Пока девочки пытаются подкрасить, прям в кульке она взяла маленький. Сейчас вам буду жаловаться на свой миксер. Задержалась даже на 2 минутки из-за него. Здравствуйте! Сегодня мы с вами делаем всякие разные цветы. 123-й насадкой, девочки. Я решила вот так чуть-чуть в сиреневый подкрасить. Прям маленечко для оттенка. Не буду сильно его размешивать. Видите, вот такой вот он. В принципе, не светится, да, видно хорошо. Отлично. Я, наконец-то, со штативом, девочки. Наконец-то мы его не нарежали. Видите, я прям цвет в креме до конца не промешиваю. Вот так вот. Ничего страшного. Либо вы его будете тонировать, либо он странно у вас в культе пойдет. Это не страшно абсолютно. Нет звука. Ну-ка, сейчас. А так, слышно, девочки? У меня постоянно телефон стоит на беззвучном. Может быть, из-за этого? Напишите, слышно? Девочки, слышно меня? Скажите, слышно, нет? И продолжу тогда. Здравствуйте всем, кто подходит. Как всем слышно, видно? Напишите. По-моему, в прошлый раз я просто добавила. Здравствуйте, здравствуйте. Как со звуком? Слышно? Все отлично. Так. Поехали. Значит, я себе сделала такую небольшую программку на эфир, да? Слышно? Отлично. Значит, все-таки надо добавлять звук на своем телефоне. Сделаем сейчас с вами розочку. 123-я насадка. 123-я вот такая вот. У меня она опять безномерная, как всегда. Вот такой, видите, загнутый лепесток. Причем поближе поднесу вам. Видите, она какая у меня замученная. Я ее и гнула всяко-разно, и разгибала, и загибала. Видите? То есть она где-то, вот если приложить, да, по изгибам, она 2 сантиметра будет этот изгиб. 123-я она идет, если номерная. Ну, вот эти вот китайские насадки, которые у меня очень много лет уже, они мне вполне устраивают. У них хорошее качество металла. Они не окисляются, не облазят. То есть почему нет? Я считаю, что если она вас устраивает, главное, девчонки, всегда смотрите на шов. Вот видите, если ее разглядеть, шва у нее нет. Видите? Его надо прям хорошо-хорошо поискать. Потому что я недавно выписала насадку, тоже подобную, и она мне пришла, и у нее прям вот здесь, вот в этом месте, вот нахлёст. Ну, прям вот так вот грубо она загнута, да. Соответственно, это откровенный брак, работать ей невозможно, просто пойти и выбросить. Поэтому вот на эти вещи всегда обращайте внимание. Так, дальше. Сейчас я хочу сделать еще тычиночки, желтенькие. Для тычинок я опять взяла кулёк, маленько его обрезала. Помним, да, что складываем швом к себе, чтобы у нас было кругленько. Красить буду в потенке. Все, как всегда, здесь зажала, тут зажала. Видите, зажала, как-то. И подкрасила. Вот так. И все, у нас будет желтый трех потеть. То, если вам нужен небольшой объем. Так, теперь. Пойдемте по плану. Я хотела показать вам сначала бутончик розы. Причем, это даже не бутончик, так можно сделать и большую розу. В общем, для меня, я считаю, что это самая простая техника. Сделать цветок, да, розу. Давайте я сейчас расскажу. Причем, это работает не только 123, а любой загнутой, даже если она будет большая. Вот, если, допустим, у вас по какой-то причине не получаются розочки, да, там что-то вам не нравится. Попробуйте сначала отработать эту технику. Она очень такая простая. Сейчас покажу. Давайте. Сегодня я даже взяла, видите, зелененького. Даже листики у нас сегодня будут. Так, слышно нормально, да? То есть, что-то увидела, что меня не слышно. Я прямо начала громкость сама себе добавлять. Можно не кричать, я правильно понимаю? Все слышно. Так, девчонки, все как обычно. Берем гвоздь, ставим основу. Основу помним, да? Нужно большой цветок, ставим побольше. Нужно обычный, там помельче. Регулируем. Смотрите, сначала в серединке я всегда, для любой розы вообще не важно, для какой я всегда делаю вот так. Как бы я себе намечаю, да, где у меня будет центр цветка. Вот такую вот просто загибуленьку поставила. Теперь мы ставим насадку вот так и пошли вот так вот ее закрывать. Видите? Вот так вот мы ее перехлестываем. Причем вот эта насадочка, ее... Ой, сейчас где бы показать вам, сейчас покажу. Смотрите, как любой лепесток, я уже об этом говорила, да, сильнее давим, видите, он волной пошел. Просто тянем, он пошел ровно. Вот видите? Поэтому для этого цветочка нам надо давить тихонечко. Потом, когда вы научитесь, да, у вас уже не будет проблемы вот эту силу нажатия регулировать. Но пока, если вы видите, что у вас лепесток начал морщиться, вы просто уменьшите силу нажатия. Смотрите, видите, как я их... Вот у меня лепесток закончился. Я ставлю насадку вот сюда, прям к нему, вот сюда. И вот так вот, таким вот движением полукруглым, видите, его закрывать продолжаю, видите? И вот так по кругу мы идем. От одного следующий. От одного следующий просто круглый лепесток, видите? И так мы можем делать, сколько нам хочется. В итоге у вас получится довольно симпатичная розочка. Наверное, мало краски все-таки добавила, да, и все. Вот так вот, прям по порядку, мы ее как бы перехлестываем, видите? Причем вот такие движения любит зефир. Видите? И вот так мы пошли. Тонкий лепесток идет, наверное, я ее сейчас маленечко зря помучила, эту насадку. Сейчас я ее маленько разогну. Просто вот так. Один закончился лепесток, мы на него заходим где-то на треть. И выводим следующий, видите? Вот таким движением круглым, вот таким круглым, вот так. И продолжать этот цветок мы можем до бесконечности. Но другой вопрос, что зачем он нам такой большой. Вот так. Получаем вот такую розочку. Сейчас я маленечко добавлю краски, что-то плохо видно, девчонки. Не нравится мне. Вроде бы и свет уже и все выставила. Вот такой цветочек. Можно сделать маленький. Такой же техники. Техника очень хорошая. Особенно для начинающих. Не пойму, показывает опять мало народу. Здесь в списке вроде много. Давайте маленький сделаем, как бутончик в этой же технике. Смотрите. Опять ставим себе серединку, намечаем, да? Не хотите, можете не делать серединку. Можете сразу начать вот так накладывать. Как вам удобно. Смотрите. Вот так вот, видите? Вот это движение. Вверх и вниз. Вверх и вниз. Теперь. Дальше. Смотрим. Нам нужен бутончик, да? Значит, мы его заводим больше вот сюда. Видите? Вот так вот я его наклоняю. Мы его закрываем. Вот так. Вот так. Очень красивые, кстати, бутоны получаются. Вот таким способом. Но я говорю, смотрите всегда на швы. Привет, Аня, привет. Не забываем про подмотку, девочки, если у нас уже многовато лепестков. Я думаю, все, больше мы не будем его делать больше. Мы его снимаем. И вот сюда. Так, хотела показать тычинками цветочек. Вот еще. С тычинками. Прям сюда сейчас основу подду и вот так вот уберу лишнее. С тычинками мне нравится, когда лепестки маленько закрывают их. Берем основу. Вот так вот в центр накидываем тычинок. Прямо произвольно, девочки, в центр накидываем. Что-то у нас на последнем эфире стыкало, и что-то все пошло не так. И я прям так расстроилась, что сейчас я что-то начала опять дергаться. Так-то уже вроде бы и втянулось. Теперь переживаю, что-нибудь опять не получится или еще что-нибудь случится. Эти девочки, кстати, мои однокурсницы, мне писали, очень меня поддерживали. Сказали, ну мы же учимся вместе, все пытаемся сделать, ничего страшного. Вот такую вот я накидала серединку. Теперь, смотрите, про силу нажатия, помним, да, я говорила? Сильно жмем. Сейчас, подождите, я все-таки... И сейчас, когда готовилась к эфиру, взываю маленькую еще порожку. Думаю, ну пусть у меня потоньше будет. Ну вот нет, вот не надо вот в этом месте, чтобы она была потоньше. Вот в этом месте, где пяточкой не надо сильно тончить, девочки, иначе у вас лепесток начнет вот так вот складываться из-за того, что он чрезмерно тонкий. Смотрите, круглые показываю. Силой нажатия, вот видите, она у вас сама все делает. Просто тихонько жмем и кругом ставим лепесток, видите? Жмем сильно, начинает складываться. А нам нужны кругленькие, опять внахлёст. Раз. Закрываем нашу серединку стычинками, закрываем, чтобы она была там внутри. Видите? Теперь у нас маленько они уже подвисли, потому что мы их наверх ставим. Не забываем про подмотки. Подмотки наши все. Ну, для крема. Зефир их не любит хоть как. Так, и опять просто вот так вот плавным движением. Видите? Вот, чуть-чуть сильнее нажала, он волной пошел. Все, надо успевать. Надо успевать эту насадку тащить, чтобы у вас лепесток был круглый. Смотрите, сейчас я хочу его маленько открыть. Вот я давлю и веду гвоздь. Вот так вот встык маленько давлю и веду. И тогда он получается просто кругленький. Все-таки я ее, видимо, подкосячила. Видите, какой? Можно еще открыть. Здесь даже можно еще... Видите? Где у нас цветок и где у нас основу. Можно даже пока и не ставить. Подмотку дополнительную. Чуть сильнее нажимаю, но главное тогда успевайте вращать гвоздь, чтобы у вас лепесточек шел круглый. И получаются вот такие вот цветы. Мне такие цветы серединками очень нравятся. Видите, какие красивые? Они прям такие нежные какие-то, что ли. Я считаю, что больше не надо. При желании можно его сделать еще больше. Но мне кажется, это просто не нужно. Так. Теперь хотела показать вам, как мы делали махровый пион только с серединкой и этой насадкой. Вот опять же просила нажатия, чтобы у нас лепесточек шел вникальный. Не круглой, а волной. Сейчас покажу вам. Так. Давайте. Опять основу. Основу возьмем повыше, потому что мы хотим позакрыть ее. Так. Девочки, здравствуйте, кто приходит. Опять берем тычинки. Вот так в середину произвольно накидываем в кучку. Видите, как я их делаю? Вот сюда просто от себя вот так руку поставили. И накидывайте. Тычинки, кстати, видела, делают и желтые, и зеленые. Кому что нравится. То есть, можно даже одного цвета с цветком сделать. Вот такая у нас получается середина. Что-то засвечивать. Наоборот, цвет поставила. Думала, будет лучше. Так. И теперь мы делаем, если до этого мы делали кругленькие, да, теперь мы делаем, вот видите, считай, на одном месте. Мы откуда ушли, в ту точку и вернулись. Видите, какой лепесток. Следующий встык. Так же. Откуда ушли, туда и вернулись насадкой. Они получаются вот такие вот воздушные. И закрывают нашу серединку. Здесь сразу ставим подмотку, потому что лепестки вверх объемные, чтобы у нас ничего никуда не уплыло. Чтобы цветочек под своим весом не перевесил сбок. Дальше. Теперь идем наперехлест. Вот такой же. Стараемся вернуться в ту же точку. Видите? Вверху я поддавливаю, вниз я возвращаюсь. Вверху поддавливаю, вниз возвращаюсь. У нас получаются вот такие вот лепестки. Видите, какие пушистые? Вот. Так, теперь. Теперь мы хотим ее... Ну, я хочу его раскрыть. Можно, кстати, видели эту корейскую технику? Вот этой насадкой можно вот это проделать. Можно их продублировать. Прямо вот здесь вот, как они идут. Прямо продублировать. Прямо один за одним. Точно в том же месте. Смотрите. У цветка совсем другой вид. Видите? Подождите минутку. Ирина, привет. Сыночка, можно потише? Сын там у меня очень активно что-то смотрит. Видите? Теперь я хочу сделать его по раскрытию, чтобы он не только вверх был. Все то же самое. Все то же самое. Вот так вот мы его... Видите? Только я насадку теперь ставлю не вверх, а вбок. Вот так вот. Так же я ему даю выйти волной лепестку. Я поддавливаю и возвращаюсь. Поддавливаю и возвращаюсь. Получается очень пышный цветок. На самом деле. Ну, мне такие нравятся. Я все время на эту корейскую технику смотрю, какие они цветы делают. Видите, какой? Вот. Такой же можно сделать и поменьше. Я боюсь, что он с гвоздя у меня упадет. Большой цветочек получился. Так. Еще хотела сделать видео. Где-то, по-моему, сегодня я встретила подобный цветочек с интересной серединкой. И решила, что мы с вами сейчас попробуем его сделать. Это насадка. Мы попробуем. Я предупреждаю. Если что, не обижаться на меня. Сейчас, девочки. Там идет тоже. Сыночек, у меня эфир. Выйди, пожалуйста. Ты что? Ничего не хочешь? Нет, ничего не хочу. Мне ничего ни о кухне не надо. Ни попить, ни поесть. Ничего не надо. У мамы начинается эфир. Сразу начинается хождение, как обычно. Так. Опять ставим основу, девочки. Так. Высокую не буду делать. Пробуем. Я видела, сделали серединку, как вот вроде этой, вроде остина. Я подумала, что нам такое она не нужна, звездой. Мы сделаем вот так, смотрите. Вот от центра мы идем. Я хочу их намотать, как вот лепесточки, знаете, у нас как будто закручиваются в серединке. Прямо этой же насадкой, вот так от центра. Смотрите. Вот так вот я хочу сделать. Прямо этим же цветом. Вот так вот их хочу по спирали уложить. Чтобы у нас в серединке у цветка было вид, как будто это у него лепесточки там так замотаны. Видите? Вот. Теперь вот эту серединку мы будем с вами закрывать. Я хочу сделать такие же вот, чтобы они вот сюда ему заходили. Вот так вот. Так вот, опять встык. Еще один. Опять встык и наверх. Видите? Я ему даю вверх загнуться. Проходим. Вот так, смотрите. Теперь я предлагаю девочке продублировать. То есть я прямо сейчас вот вам сижу и сочиняю цветок. Я предлагаю их продублировать. Мне не дает эта азиатская техника покою. Прямой насадкой почему-то не получается. Вот так. Смотрите, я продублировала их. Девочки, подождите минутку. Минутки, пожалуйста. Извиняюсь, какая-то у нас там катастрофа произошла с любимой пижамой. Так. Значит, уложили лепестки по спирали. Прошли, продублировали. Видите? Как я их сделала, да? Я давлю вверх. Даю ему загнуться сюда на цветок. Теперь мы идем... Видите? Продублировали два раза. Теперь я хочу пойти вот здесь, где у нас расстояние между лепестками. То есть в шахматном порядке. И теперь я их выложу так вверх. Не на цветок, а вверх, чтобы он отклонялся, маленький лепесточек. Скажите мне, вот как эфир сохранять вот с такими лоплями? Вот так. Видите? Все, я боюсь, что у меня с гвоздя брякнется. Потому что как-то пониже камеру сделать так лучше, девчонки. Вот. Видите, какой он нежный получился. Если есть желание... Он, в принципе, и так уже довольно немаленький. Можно сделать вот так еще. Вот так вот, понизу просто, чтобы он такой более круглый смотрелся, да? Не только вверх. Вот такой. Ну, мне нравится, слушайте. Такой тоже как вариант. Почему нет? Такой пышный. Да, такой необычный. Можно где-то в центре, допустим, композиции, такой большой цветок поставить. Так, сейчас я хочу наставить на всю эту красоту листиков. Какой-то повторить, девчонки, расскажите мне. С тычинками, может быть, или махровый. Или какой-то еще. Вот это было, кто позже пришел, была у нас самая простая техника сделать бутон розы. Классно. Что-то вот, мне кажется, когда я его вот так показываю, вам лучше видно. Наверное, зря я это дополнительное освещение поставила, да? Смотрите, делали мы большой с тычинками. Вот это маленький мы делали бутончик. Вот это вот у нас со спиральной серединкой цветок. В принципе, да, уже целая композиция. Если все это еще подкрасить, вообще будет отлично. Сделала понежнее, все равно. Все равно у нас в Сибири зимой у нас тьма египетская. Нам у них постоянно не хватает света. Постоянно. Так, ну что, посмотрим еще раз вот эту вот простую технику нахлеста. Да, вот бутон, я и хочу его показать. Он на самом деле просто делается и смотрится очень красиво. Еще круглые лепестки хотела еще раз вам показать. Бутончик наверх задрали. Можно себе наметить серединку вот так вот, да, как обычного розы. Можно не намечать, можно сразу вот так пойти, смотрите, вот так просто их укладываем и все. Видите, как я их накладываю. То есть вот здесь у меня лепесток закончился, я на него насадкой захожу и опять тяну по кругу вот так. И вот так. И по кругу я пошла. И пошла. И вот сколько мне нравится, я так могу его вертеть. Видите? То есть если говорю, если совсем, ну не получаются розочки, не получаются. Попробуйте вот это сначала отработайте. Просто от предыдущего лепестка снизу пошла. Снизу пошла. Вот так по кругу крутишь его. Сколько тебе нравится. Хочешь маленький, хочешь большой. Попробуйте сначала вот эту технику отработать. Вот в принципе такая розочка. Без заморочек. Очень просто. Очень просто и будет смотреться в принципе неплохо. Может быть, господи, отвернуться нам от цвета. Я уже не понимаю, как нам сделать. Так видно же, да? Вот. Попробуйте, хорошо получается. Главное просто. Если кто-то начинающий, начинайте с самых простых цветов, девочки. Не надо там каких-то вот сразу кидаться и мучиться. Потому что, когда вы начинаете что-то сложное хватать сразу, да, без опыта совершенно, потом, естественно, у вас не получается, да, если вот там не родились с кульком в руках, это нормально. Это нормально так не бывает, что все у всех сразу получается. Руки опускаются, потому что, думаешь, вот у меня не получилось. Вот, то есть, не надо так. Надо просто начинать с простого. С простых цветов, с простых дизайнов, с простых текстур надо начинать. Давайте еще раз бутончик сделаем. Опять. Вот так вот, видите, я прям закрываю ее. Просто кругленьким закрываю. Вот так и все. Вот так пошла. Видите, как я их кладу? Отработайте вот эту технику, у вас будут вполне приличные розочки на торте. А потом уже сможете делать что-то более сложное. Ну, это к тому, что если вы самоучка, да, нет возможности, нет желания, может быть, поехать, поучиться. Видите, какие розочки. Быстро, просто, вообще, без проблем. Начинайте всегда с простого. Вот это самая элементарная техника, как сделать хоть бутон, хоть розу. Причем в этой технике вы можете не только 123-ю взять. Любой загнутый лепесток возьмите и делайте. Прям какой вам нравится. Таким и делайте. Сейчас покажу. Вот она какая, видите? Розочка, розочка. И эта розочка. Вот одной насадкой. Видите, каких абсолютно разных-разных цветов наделали. Абсолютно разных вообще. Зря, конечно, она такой светленький его сделала. Так. И какой-то я еще хотела показать. А, похожий хотела показать. И прям он совсем круглые лепестки. Прям круглые-круглые. Мне они так нравятся. Но я говорю, эта насадка, она у меня прям замученная бесконечными подгибами. Я все не могла никак вот ее вывести, чтобы мне было хорошо с ней, да. И поэтому она у меня... Ну, в общем, я думаю, мне надо просто новую купить. Потому что я ее уже гнула, бедную гнула. Смотрите, точно так же начинаем. Мы закрываем, да. Вот так, смотрите, я маленько подгибаю, чтобы он пошел как бы встал. Воздух ему даю. То есть не одеваю его в притирку сюда, да. Так же вот в перехлёст делаю серединку. Вот так же, как мы сейчас розочку с вами делали. Вот так вот наращиваю и круглую вот эту серединку цветочку. Сейчас покажу вам. Вот, видите? Сильно плотно не давите их. Дайте им маленько дышать лепесточком. Теперь я маленько отгибаю насадочку. Вот так. И ставлю круглые лепесточки вокруг. Круглые. Круглые, девчонки, тут надо поймать ритм. Поймать ритм. Кручу гвоздь, давлю крем. Видите, какие они кругленькие. Вот еще один ряд прохожу. Лепестки я кладу встык, не внахлёст теперь. Вот, видите? Маленько передавила, не успела гвоздь утащить. Все, он маленечко в сторону ушел. Видно? Тут вот поймать этот ритм надо. Веду, кручу, веду, кручу. Надо научиться крутить гвоздь. Прямо, если вы учитесь, возьмите и прямо сидите, крутите гвоздь. На самом деле на курсе, на самом деле, на самом деле людям приходится тратить время, чтобы научиться крутить гвоздь. И теперь я вот смотрю, да, где я хочу добавить, чтобы у меня все ровно было. Вот здесь еще один я хочу добавить, такой кругленький. Вот, видите? Все, он у меня одинаковый. Теперь я хочу побольше ему таких лепесточков поставить. Опять иду встык. Просто круглые. Успевать надо крутить гвоздь, и будут у вас вот такие круглые лепестки. Тоже очень красиво цветочек смотрится. Видите? Из зефира такие цветочки красиво смотрятся тоже. Я икру такой белесый взяла, конечно. Ничему меня жизнь не учит. Так вот, надо цветом его как-то... Вот, очень симпатичные. Они такие прям легкие, зефирные получаются. Так. Хотела вам показать. Помните, я говорила про зефирную хризантему, новая техника. Вот она. Вот это уже из зефира. Это у меня идет эксперимент этой хризантеми. Сейчас скажу. Неделя сегодня. Неделя, видите, она не жесткая, не сухая. Я поменяла опять рецепт в очередной раз. И вот теперь я ее мучаю. Как же она у меня себя поведет. Давайте можем снять ее с этой штуки. Нет. Вот, видите? Абсолютно хороший зефир. Видите, какая она пышная? В отличие от тех. Вот эта техника намного лучше. Мне она прям очень понравилась. Тут можно тоже делать их прям объемные. Мне она очень нравится, девочки. Вот эта хризантемика, ну техника. Вот эта георгинка такой же техники. Это все будет на курсе в январе по зефирам и БЗК. Здравствуйте, здравствуйте, Галина, здравствуйте. Вот, смотрите, вот такие мы сделали цветы. Круглые лепестки. Махровый мы сделали со спиральной серединкой. Обычную розочку. Советскую давайте назовем ее. Вот такой вот махровый большой цветок с серединкой мы сделали. Опять розочку девочка мне показывала. Что тут еще у нас? А, ну и вот такая вот еще была. И это все, девчонки, одной насадкой. Одной насадкой просто не переключаясь. Причем здесь розовый, да, потом я добавила белого и продолжила ей работать абсолютно нормально. Если нужно быстро, насадка, я говорю, совершенно универсальная. Можешь ее вставить и быстро-быстро торт оформить. Маленько зеленого сюда добавим для красоты. И посмотрите, какая у нас получилась цветочная композиция. Насадка на самом деле, у нее, мне кажется, вообще без бесконечной возможности. Ее надо просто мучить, 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 как тебе нравится. Видите, сколько всего. От вот таких цветов до вот таких, пожалуйста. Все одни. И абсолютно разные, видите. Абсолютно разные, что мне нравится. Я говорю, почему она вообще выпала из поля моего зрения. Давайте ее вот так буду держать. Как всегда, буду позировать этот эфир. Надеюсь, мы сохраним, да, сегодня не припозорились, как шкалой. Вот. О чем говорила? Так, говорила о том, что насадка универсальная. Можно делать большие цветы, средние, маленькие. Да, я 123-я насадка. И по изгибу она идет, сейчас покажу, 2 сантиметра. У меня она гнутая, бедная, перегнутая, поэтому купите себе один раз хорошую и гните ее прям по чуть-чуть, по чуть-чуть, вообще по чуть-чуть. Гните, не надо сильно, потому что я эту бедную свою и туда, и сюда ее вошкала очень много и долго. Мне кажется, я ее, ну, маленечко подпортила. Я себе хочу еще парочку взять. Ну, допустим, чтобы я могла делать одновременно, к примеру, розовый и сиреневый, да, и не дергать ее туда-сюда. Вот. Хорошие цветы, да, мне нравятся. Насадка очень здоровская. Для зефира она тоже, девчонки, отлично идет. Вот эта техника с перехлестом для зефира тоже идет отлично, прям, прям отлично идет, если хотите делать зефирные цветы. Вот, хризантемку показала. Да ничего страшного, не... Главное, что смысл понятен. Спасибо. Да, вот можно, в общем, делать вот эти цветочки, вот эти маленькие. Маленькие, с перехлестом. Еще раз говорю, зефир обожает. Ну, и, в принципе, на торт, если... Начинайте с простого, девчонки. Нет возможности приехать на МК куда-то, но не обязательно ко мне, да, у нас столько МК. И по качеству, и по цене разных, как бы, всяких разных можно ездить куда хотите. А вот, я думаю, видели букет красных роз зефирных у меня, да, вот я выкладывала. Там, я даже отзыв выкладывала, что там юбилей с ним фотографировались гости с этим букетом. Она, это было сделано 202-й насадкой, она тоже так же загнута, только она большая, 3,5 сантиметра. Давайте такую розу сделаем этой. Давайте. Ну, что там будет маленькая. Давайте сделаем. Кто нам запретит, правда? Там, где вы меня спрашивали, просто какая насадка была на этих розах. Я точно такие же розы делаю и маленькими насадками. Но до этого я делала прямыми, маленькие именно. А сейчас я так что-то поняла, думаю, какая, в принципе, разница, да. Да, букет шикарный, да. Ну, красные розы, понимаете, если бы он был белый, да, они бы не так смотрелись. Ну, хоть как, они бы смотрелись все равно не так. Вот еще вот этот вот цвет, он очень много дает для восприятия, для общей картинки. Ну, очень многие, очень многие, они, как сказать, заказчики, они боятся. Им кажется, что это что-то, ой, такое красное, такое темное, это так много краски. Да нет, немного на самом деле. Вот, ну, немного. Вот не больше, чем, наверное, в каком-то чупа-чупсе вот этом химическом, да, которого все цвета радуги выкрашим. Ладно, сейчас я вам покажу эту технику. Техника, кстати, это моя. Я не знаю, почему я стала их так делать, эти розы. Я почему-то стала их так делать. Как-то вот у меня рука так с этой насадкой с большой так вот пошла почему-то. А потом я приехала, я говорю, я не цветовод, а вот тетка у меня, она разводит. Она любит цветы у нее цветы шикарные, их всегда много. Я приехала, у нее розы в огороде, вдоль дорожки. Прям вот точно такие же, такими вот уголочками, лепестки. Я говорю, смотри, видимо, я у тебя их видела, мое подсознание сработало. Так, ставим серединку, девчонки. Я всегда ставлю серединку себе, чтобы наметить центр, наверное, да. Просто вот так вот закрутила спиральку, посмотрите. Теперь я хочу ее подзакрыть. Ну, кстати, вот эта насадка я такую розу не делала. Давайте сейчас попробуем. Вот так я ее подзакрыла, потому что у розы должен быть центр. А теперь, сейчас я здесь еще хочу лепесточек, видите, чтобы вот так вот серединка была у нее. Если нет, я возьму 127-ю прямую, мы с вами сделаем. То я делала такие розы. Теперь я иду по кругу, смотрите. Видите, как я их отрываю? Не, не пойдем, а за 127-ю у нас этой все получится. Видите? Я лепесток кладу. Не так, не вот так. Я просто его отрываю и ставлю уголком. Наверное, это не очень умно, все это в свободный доступ выкладывать, да? Не важно. Моя он очень хотела. Видите, какая она получается? Это вот роза садовая получается. Я даже сама не знала, когда я случайно начала ее делать. Видимо, это мое подсознание так сработало. Я где-то ее увидела, видите? А в красном, соответственно, цвете это совершенно все шикарно выглядит. И она, кстати, довольно немелкая. По сравнению с большим гвоздем 7 сантиметров. Но те розы я делала большой. Большой они, конечно, получаются прям шикарные. Они живьем, девчонки, шикарно смотрятся. Давайте еще одну покажу. Поняли, в чем принцип лепестка? Поняли? Сейчас я вам покажу, как... Подождите, давайте я на гвозде покажу, как я его ставлю без этого, без цветка, чтобы было прям хорошо видно. Там, по сути, вот, я говорю, вообще без разницы, какая это будет насадка. Видите, я беру ее, в цветку прислоняю и вот так отрываю. Вот так, чтобы он у вас уголочком вышел. И пошла укладывать их. И получаются прям живые розы. Пробуйте, девочки. Такие розы, кстати, вот такой вот, как был букет, вот эти красные. Розы из зефира будут на курсе обязательно. Будут тульпаны, будут розы, хризантемы. Спасибо. Спасибо, на последний пас предыдущий эфир, я что-то так расстроил вообще. Смотрите, еще раз показываю. Формируем серединку, да, потому что у розочки все равно должна быть серединка. Вот эту вот загибульку, вот эту вот улитку, как вы ее накрутите, вообще не принципиально. Я ее все равно всегда закрываю. Всегда я ее вот так вот закрываю. Этой насадкой, вот, девчонки, на ваших глазах первый раз делаю. Вот, формирую, то есть центральную часть цветочка. Немножко. Если я большой делаю, там буквально в три лепестка я ее одеваю. И все, и пошла. Пошла по кругу. То есть первые мы кладем не очень большие, да. Таким резким нажатием я их делаю. А вниз уже идем побольше. Все, мне кажется, больше не надо, да. Вот, тоже получается открытая роза. Очень даже ничего такая. Я еще иногда вот так, ну, потом на нее сверху смотрю, да, где-то раз, мне кажется, там, ну, сделала меньше раз, добавлю лепесточек. Всегда смотрите на цветок сверху. Вот как сверху вы на него смотрите, как он у вас выглядит. Вот. И этой насадкой можно делать эти розы, оказывается. Ну, я говорю, их любым лепестком можно делать вообще. Дело не в насадке, девчонки. Дело не в насадке, дело в технике. Вот. Да, все, рассекретила. Это мой авторский цветок. Я не знаю, почему я начала его так делать. Ну, почему-то начала. Как-то у меня вот так пошло. Я даже сама не поняла, как. Просто вот, ну, как-то вот, нет, вот большая насадка, она мне вот так вот легла в руку. А так, мне кажется, никто не пробовал. Я сама, когда сделала, потом смотрю, думаю, ну, то есть, вообще не так как-то, вот как-то вот так вот. Я говорю, как-то вот так вот на меня упало. Давайте я вам еще раз покажу хризантемку. Очень она мне нравится. Очень тем, что она не тяжелая. Не тяжелая, не свалившаяся внутри, а такая объемная. Мне прям очень нравится. Сейчас домучаю тюльпаны. Тюльпаны что-то вот, там, наверное, знаете, мне кажется... Да, девчонки, я знаю, что он полезный, потому что я всегда советую, как сделать легче, как сделать проще, чем, что можно заменить. Потому что я всегда говорю, я живу, я живу в жупе мира, по-русски говоря, да, у меня нет на каждом углу кондитерских магазинов. И мы все живем сейчас, у нас цены дикие на все, доходы за ними точно не успевают. И бежать за каждой насадкой, за каждой краской, за каждым гвоздем далеко не у всех есть возможность, согласитесь. Тем более у новичков. Всего не купишь всех формочек, не купишь при всем желании. Поэтому, вот, пожалуйста, купите 123 и сможете вот такие вот экибаны выкладывать одной насадкой. Вот так. Девчонки, эфир, наверное, оставлю. Оставлю. Ладно, пусть будет эта роза. Кому надо, тот придет, кому же ее учится, правда? Вот, ладно, девочки, всем спасибо, что пришли. Еще раз извиняюсь за перенос. Так у меня вчера маленько обстоятельства сложились. У меня еще там сладебный торт опять стоит в работе. Никак я не могу угадать, когда у меня будет окно. Как-то они у меня, ну, меняются записи, кто-то отменяется, кто-то добавляется. Поэтому не всегда получается тут подугадать. Вот. Вот так вот. Покажу вам еще раз розы. Видите, даже вот такие розы получаются. Можно делать этой насадочкой вообще отлично. Да, оставлю. Оставлю. Потому что я оставлю, потому что я вам хочу сказать, что сколько я сама не училась, сколько я сама не мучилась, пока я не съездила на живой мастер-класс. То есть у меня не было таких результатов. И это не только я, девчонки. Потому что я еще раз вам и всегда буду говорить, ну, вы сейчас купите велик, да? Вот вам надо куда-то вот заниматься. Привет. Привет, по-моему, это Оксаночка. Твой тоже не космор. Вы же не пойдете, да, его скручивать в велосипед? Вы знаете, как он? Ну, вы же понимаете принцип работы, но вы пойдете и купите готовый. Поэтому здесь тоже самое, девчонки. Можно очень долго лить слезы, выкидывать продукты, тратить время. А можно съездить, один раз научиться основам работы, основам, понимаете? Всего вам ни на одном живом макане покажут. И тогда уже можно что-то делать. Вот эти вот все цветы, которые я вам показала, все, я их просто взяла и сочинила сама. Понимаете? Я вас к себе зову, приезжайте. У меня будет... У меня будет очень крутой. Я хочу сделать, девчонки, однодневный. В конце января, в 20-х числах. Зефир. Зефир. У вас будет два зефира там. Ягодный и фруктовый. Белоснежный. Белоснежный очень вкусный и непресный. А отрабатывать эти цветы мы будем на креме. Потому что зефир очень быстро стабилизируется. Новичка на нем не научишь делать при всем желании. Получается, это гораздо выгоднее вам. Вы получаете и БЗК, и техкарту БЗК под свой миксер-бонусом каждый участник. И плюс еще зефир. Это прям, мне кажется, вообще предложение отличное. В общем, вот, девчонки, такую красоту мы наделали. Рассекретила вам свою технику розы. Да и ладно. Главное, красиво, правда? Место проведения я планирую, что вот в той же студии. Она очень уютная. Мне очень понравилась. Там спокойно, комфортно. Никто не мешает. Железнодорожная 12-1. Там такой маленький закрытый кафетерий у них. Отлично. Прям отлично. Мне очень понравилось у них. Я думаю, они нам не откажут. Потому что мы с Ириной, я не знаю, она менеджер, либо хозяйка. То есть, ну, мы разговаривали, как бы она тоже такой человек открытый. Она всегда настроена на длительное сотрудничество долгосрочное. То есть, в общем, пока планирую там. Но там место, она маленькая студия. То есть, группы до пяти человек. Если нет, тогда будем думать что-то еще. Либо разбиваться на два дня, на две группы. Либо будем другую студию побольше искать. Ну, меня тоже поймите, да. Я не хочу тут что-то из себя строить, что я вот такая вот вся. Нет. Девчонки, большая студия, она дорогая, капец. От восьми тысяч в день. Ну, я не буду скрывать. Я такой же обычный человек. У меня нет каких-то миллионов. Ну, либо три-пять тысяч за студию заплатить, да. Либо восемь-десять. Я думаю, вам тоже это все понятно. Опять же, да. Больше внимания. Больше внимания. Мы на прошлом МК мы закончили на час раньше. У меня девчонки что попросили. Там хризантемки они меня просили. Я им показывала. Я все показала. Я вообще не жадная. Ну, этой хризантемки не было. Я ее потом разработала. Я просили из БЗК. Хризантемки, тюльпантики я девчонкам показывала. Как бы, если время позволяет, почему нет? То есть, ну, как-то не умею я так себя. Вот нет у вас пять цветов в программе, да. И больше ни о чем меня не спрашиваю. Ну, как? Мы же, что мы все люди? На самом деле, очень здорово все прошло. Я даже сама, я очень волновалась, очень переживала. Ну, первый раз, да. Я же говорю, я не строю себя тут какую-то матерую такую женщину, которую я, боже мой, все уже видела в этой жизни. Очень здорово все прошло, душевно. Мы очень хорошо поработали. У всех все получилось. Олеся, вот девочка была, и Лера. Лера, это моя дочь. Но она приехала меня поддержать. И она работала. Она работала, то есть, наравне со всеми. Они у меня были, то есть, вообще с ноля. Вот просто человек никогда этими занимался. Просто никогда. И ничего. Они у меня такие красивые девчонки и цветы. И все наделали. Они прям умнички. То есть, ну, прям хорошо прошло. И я довольна, и девчонки довольны. Буду вам, ладно, буду хвалиться розами своими. Да, я их люблю. Смотрите, какие красивые. А простые, как топор, да? Все гениально просто, девчонки. Ладно, девочки, давайте. А, по следующему эфиру. Давайте в комментарии под этот эфир идеи пишите. По какому, может быть, цветку, или, может быть, оформлению сделаем. Следующий эфир. Можно, в принципе, девчонки, взять болваночку, обтянуть новогодний тортик. Сделать не хотите? Видели у меня тортик новогодний? Давайте я вам покажу, как его сделать. С полонцетиями, с красными. В общем, смотрите, подумайте. Только, пожалуйста, не кауй. Все. У меня теперь глаз, наверное, будет дергаться. Все оставшиеся таких кауй. Давайте. И мы с вами сделаем хороший, красивый тортик. Хорошо? Давайте. Всем спасибо, что пришли. Вон, парни мои по комнатам сидят. Тихонечко, пока я тут закончу. Давайте, девочки, пока-пока. Гартенди. Ну, можно. Давайте под эфиром обсудим. Давайте под эфиром. Я предложила полонцетти, шишки, елки. Шишки, елки я, конечно, показывала. Но можем заменить, в конце концов, на что-нибудь. Давайте. Всем спасибо, что пришли. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok